Так, Украина обязательно победит, адекватные россияне с нами. Как вы считаете, что будет с военными преступниками и пропагандистами? Я совершенно уверен, что все военные преступники и пропагандисты, такие как Соловьёв, Скобеева и Нестим Числа, там вся эта свора петушиная, все они будут сидеть на скамейке подсудимых. Причем там будет теснота огромная, спасибо нам, 50 фунтов перечислили вперед славу Украине, Адам Кроган, по-моему так, спасибо. Я уверен, что там будет тесновато на этих скамьях подсудимых, потому что большое количество претендентов там посидеть. Но украинское государство скрупулезно, наши спецслужбы, особенно Главное управление военной разведки Украины, скрупулезно ведут учет всех подонков, и российских, и наших украинских коллаборантов тоже, всех подонков, которые делали все для того, чтобы Украина перестала существовать как государство. Мы помним каждого, и каждый, я уверен, получит по заслугам. Более того скажу вам, я совершенно уверен, что у нас уже действует специальная служба, занимающаяся отловом нацистских преступников, и уверен, что все, кто виноваты в преступлениях против украинского народа, будь они оголтелыми пропагандистами типа Соловьева, или насильниками детей типа военных в Буче, все они получат по заслугам. Я совершенно в этом уверен, и я не просто говорю, что мне так хочется, я, наверное, что-то знаю. Как можно быть таким конченым человеком, чтобы по телевидению так нагло врать, это я про Соловьева? Да так и можно. Так и можно. Соловьев конченый человек. Он вообще не человек, он конченое чмо. Это подонок, который, вы знаете, я с пониманием отношусь к людям идейным. Вот есть люди идейные, которые вот идейно ненавидят Украину, идейно, которые уверены в своей правоте. Они могут быть обдолбанными, тупыми, какими угодно, там, с детства убежденными. Но такой человек, конечно, враг, но отношение у меня к нему на капельку лучше, чем к тем, кто как Соловьев все прекрасно понимает, кто как Соловьев является поклонником западной цивилизации. А как же он не поклонник западной цивилизации, седащий своей он купил не в Костроме, не на Валдае, а на озере Кома, в Италии, куда периодически ездил. Значит, ему нравится ездить в Италию, за границу, на запад. А сын его с длинными волосами, похожий на девочку, он же в Лондоне, в модельной школе, в модельном агентстве работает. Это не смущает Соловьева? Он же не в Урюпинске, сын его чем-то занимается, каким-то бизнесом или чем-то еще. В Лондоне. И эта скотина Соловьева, я имею в виду, он говорит в своем эфире, что давайте долбанем по Лондону. То есть он призывает по своему сыну долбить практически. Все он прекрасно понимает. Он знает, что Запад лучше России, что жизнь на Западе с жизнью в России вообще сравниться не может. Что западные ценности намного превосходят российские, если можно назвать эти говняные скрепы вообще ценностями. Он все прекрасно знает, он все прекрасно понимает, и он цинично, за бабки говорит не то, что думает. Вот таких я ненавижу больше всего. Как считаете, Кыргызстан подлизывает Путину и России? Я не знаю, меня пишут, хорошо, заткнись и уважай Россию. И российские флажки метят территорию этими триколорами. Как собаки, знаете, ножку поднимают и территорию метят. Так и эти метят территорию триколорами своими. Соловьев гей, спрашивает меня? Нет, он не гей. Он, как вам сказать, на букву П и на Дор кончается. Вот кто он. Так, боты Путинуинские свои копейки отрабатывают. Ну, не исключено, конечно. Интервью с Галкиным будет обязательно. Обязательно, очень уважаю этого человека. Исключительно уважаю. Нас смотрят 13 985 зрителей одновременно. Друзья, спасибо вам, что в этот день, в годовщину вторжения ненавистной путинской России в Украину, полномасштабного вторжения. Вы с нами. Вы отложили свои, безусловно, важные дела. И мы попробуем вас не разочаровать. Мы попробуем... Я попробую ответить на все вопросы, самые острые, любые. Нет вопросов, на которые я бы не хотел и не мог ответить. Есть вопросы, на которые сегодня отвечать не время. В интересах безопасности Украины. Да, но я честно скажу, в интересах безопасности Украины не могу ответить на этот вопрос. Но вопросы вы все присылаете. И давайте попробуем с вами сегодня купить дрон для бригады вооруженных сил Украины. Дрон называется DJI Mavic 3 Fly More Combo. С трудом выучил, учил добросовестно. Нам на него нужно около 3000 долларов. Это без налогов. Сейчас мы... Видите, люди присылают и присылают деньги. Мы обязательно сейчас будем отчитываться, сколько мы собрали промежуточно. Промежуточно, спасибо. 50 долларов еще прислали. Если бы сейчас поприсылали вот... Вот рвануть так рвануть, знаете, рубаху на груди. По 50, по 100, по 200 долларов. Так, у нас уже 892 доллара грязными, мне пишет наш модератор. То есть оттуда надо вычесть налог обязательно. Ну, спасибо. Ну, классно. Давайте собирать. У нас 41 минута, мы в эфире. Давайте попробуем. Вот еще 50 долларов пришло. Супер стикер. Спасибо. Тамара Верт. Спасибо, Тамара. Как отпразднуете победу? Я из России, Томск. Я уже говорил об этом. Я просто возьму стакан водки, налью себе, морозный, морозный стакан за индивилами. Налью стакан, положу свои любимые соленые помидоры рядом. Что еще? Может, квашеную капусту? И бахну стакан. Вы знаете, и первый будет тост не за победу, а первый будет тост за погибших. Потому, что Украина такой кровью, такой ценой платит за будущую победу, что вот это тоже то, что сегодня рассказывать нельзя. Я знаю цифры. Нельзя говорить об этих цифрах. Это ужасно. Это ужасно. Так. Вопросы? Идем. Что думаете про вашего однофамильца, телеведущего СРФ? Не знаю. Я не слышал его заявлений Александра Гордона. Не знаю, не могу ничего сказать. Когда-то я делал с ним интервью, довольно интересное. Человек интересный. Не слышал его высказываний. Не удивлюсь, если он будет за Путина. Не удивлюсь. Почему-то так думаю. Но не знаю. Да. Вот. Герб СССР. 250 тысяч укров погибло. Не надейтесь. Не надейтесь. Вас скоро погибнет столько. Уже под 150 тысяч. Что вы думаете про Бэткомедиана? Бэткомедиан? Вообще не знаю, кто это, честно. Может, знаю, но не помню просто. Но не знаю. Дмитрий, пожалуйста, государство не страна. Да, я помню, конечно. Конечно. Государство очень отличается от страны. Это разные вещи. Что думаете о Чаплыге? Вообще ничего не думаю. Помню, что до войны... Не знаю, что он сейчас делает. Давно не видел его. Помню, что до войны на ток-шоу он активно поддерживал Медведчука и пророссийские взгляды. Помню, что я был на эфире. Я был на... Это есть в Ютубе. Я был на ток-шоу на телеканале ЗИК. Когда пришла новость о том, что телеканал ЗИК купил Медведчук. И я тут же встал и сказал, сегодня мой последний приход на телеканал ЗИК. Потому что его купил враг Украины Медведчук. Больше ноги моей здесь не будет. И вот этот Чаплыга, как сейчас помню, он где-то справа сидел, начал гавкать по этому поводу. Вот это я запомнил. Больше я о нем ничего не думаю. Да, Севастополь, русские флажки. Ну, я уже говорил, куда засунуть эти бумажки. Флажки эти, не бумажки, а тряпки. Дмитрий, как вы относитесь к Красной Армии? Вы знаете, здесь можно очень много говорить и долго. Долго, долго и долго. Если я скажу вам, что отношусь к Красной Армии хорошо, это будет неправда. Если я скажу вам, что отношусь к Красной Армии плохо, это будет неправда. Истина всегда где-то посредине. Красная Армия состояла из людей. А люди были разные. Спасибо, нам еще 50 фунтов прислали. Или долларов. Долларов, наверное. Да, спасибо большое. Спасибо. Давайте попробуем, ребята, просто прошу вас, давайте попробуем поприсылать сейчас деньги, чтобы мы сегодня сразу вот собрали на дрон, который мы купим в течение двух дней. Про Поворознюка вопрос. Сейчас отвечу. По поводу Красной Армии. Армия всегда состоит из людей. И надо рассматривать армию в контексте людей. Красная Армия была очень неоднородна. Она имела и положительные, и отрицательные стороны. Поэтому говорить об этом можно очень долго. Это если по справедливости и по правде. Как украинцы относятся к татарам? Прекрасно. Украинцы такой народ, который никогда никому не относится плохо. Изначально. Но вот у нас нет этого. У нас очень дружелюбные люди. У нас народ, который исключительно интернационален. У нас огромное количество национальностей живут в Украине. И прекрасно живут, и процветают. У нас, вы видите, в Киеве и мечети, и синагоги, и костел, и храмы православные, и греко-католические. У нас все есть в Киеве. То же самое и в Одессе, и в Днепре, и во Львове. Абсолютная терпимость отличает украинцев. Да. Прокомментируйте канал «Эмпатия Манучи». Не слышал канала этого. Не знаю. Дмитрий, что думаете о Барановской? Тупорылая Барановская. Фамилия в данном случае соответствует. Овца Тупорылая. Тупорылая, рашистская, нацистская овца. Я посмотрел, как она вела этот отвратительный шабаш из Лужников. Фу, вонючка. Ненавижу их. Видели ли вы клип Гойда Орки? Этого охлобысти на ней не видел. Я не могу смотреть их клипы. Берегу свои нервы, здоровье. Дмитрий, что будет, если этот сумасшедший решится на ядерный удар? Спасибо, 50 долларов и 50 евро прислали на дрон. Спасибо. Спасибо вам большое. На самом деле, спасибо. Я думаю, что он не решится на ядерный удар. Ему никто не даст. Ему китайцы первые не дадут на него решиться. Поэтому он может только пугать, мне кажется. Будет ли интервью с Трампом? Да нет. Дмитрий, как относитесь к батьке Махну? Изучать надо биографию. Не готов сказать. Зеленский встретится с Си. Получится? Да, может получиться. Дмитро, какой ваш прогноз, когда это закончится? Мой прогноз неизвестен даже мне. Мне нет ощущения, когда закончится война, когда мы победим. Нет ощущения. Я не понимаю сроки. Я понимаю только, знаете что? Я понимаю только, что благодаря западному оружию и нашим героическим войнам мы довольно скоро пойдем в наступление. Я это понимаю. Мы сейчас готовимся. Я понимаю, что мы будем освобождать свои территории. И я понимаю, что это будет ярко. И я понимаю, что это может привести к движениям внутри России, которые могут быть необратимы для Путина и российского руководства. Но дальше все в руках Божьих, как говорится. Война может закончиться в один миг, в один момент. Вот вдруг раз и не стало Путина. Представляете себе это? Раз и не стало Путина. И война тут же закончилась. А кто пойдет в атаку? Кому это надо? Путина-то нет. Дмитро, что думаете о бывшем депутате Киеве? Что я о нем думаю? Что я думаю о Киеве? Я думаю, что это, конечно, уникальная история, уникальная биография, анатомия такого глобального предательства. Этот человек занимал руководящие посты в Украине, был народным депутатом. И так сейчас любит Путина, и российскую армию призывает ее бомбить Украину. Это фантастика. Я без улыбки не могу говорить о Киеве, потому что мне иногда кажется, я смотрю на него, слушаю его заявление, тут два варианта. Или он что-то принимает. 50 долларов пришли, спасибо. Или он что-то принимает, или он сошел с ума. Третий вариант есть. Или он просто прикалывается, артист что ли такой. Я не знаю. Я не знаю. У меня нет понимания Киева. Я с ним встречался несколько раз, между прочим. Я с ним два раза интервью делал. Я вам больше скажу. Зайдите в YouTube, хотите посмотреть на Киеву? Зайдите в YouTube и посмотрите два моих интервью с Ильей Кивой. Но вы увидите украинского патриота, украинского героя, который убивал русских на фронте. Я ничего не понимаю, что с ним сейчас происходит. Что он в Москве? Я ничего не понимаю. Когда он был честен в интервью со мной, или сейчас? Дмитрий, будет ли интервью с Марком Солониным? Да, мы договорились после победы сделать огромное, интереснейшее интервью с Марком. Мне Марк Солонин очень интересен. Я вам хочу сказать, я его очень уважаю. Он неординарный историк, который на такие страницы пролил свет. Такое нашел, такое объясняет, такие пласты истории, недавние истории Второй мировой войны. И не только. Мне очень интересно с Марком Солониным. У Запада просто ненависть к России. Да, пишут, тысяча двести долларов мы уже собрали. Напишите мне, пожалуйста, с налогами или без? Сейчас мне напишут. Пишут, что Запад не то, что Украину любит, просто не любит Россию руками Украины. Эти, да, это грязные, точные суммы узнаем позже. Тысяча двести долларов грязными мы уже собрали без налогов. С учетом, с налогами со всеми. Мы собрали уже на дрон. Давайте поднажмем, поднатужимся, попробуем собрать сегодня на дрон один, конкретно за одну программу, за этот стрим. Он стоит около трех тысяч долларов. Напомню. Дмитрий, раньше вы были убежденным атеистом, поменялась ли ваша позиция сейчас. Пошатнулась. Дмитрий, как вы относитесь к Роману Шухевичу? Исходя из того, что я знаю о Романе Шухевича, это не мой герой. Но я готов воспринимать любую другую информацию, кроме той, которую я имею. Я вообще очень открыт к информации, к фактам. Я вам хочу сказать, что абсолютных героев, наверное, нет. Все они люди. Люди не ходят по воде. Акипосуху. Я делал интервью летом с ведущим украинским историком Сергеем Плохим, который живет в Соединенных Штатах Америки, профессор Гарвардского университета. И мы говорили о Бандере с ним, о том, герой ли Бандера и так далее. И он мне сказал потрясающую вещь, которую я взял на вооружение. Он сказал, у истории нет героев. У истории есть факты. Мне нравится эта формулировка. Мне нравится. Но, повторяю, я не кандовый человек. Я не упираюсь, не становлюсь в одну стойку и говорю, мое мнение окончательное. Этот человек хороший или этот человек плохой. Нет. Меня можно переубедить с помощью информации. Вот если я считаю человека плохим, а мне дали информацию, что я ошибаюсь, на самом деле он хороший. Я говорю, ребята, я считал его плохим, но под действием фактов, которые я получил. Я меняю свою точку зрения. Это нормально. Это для любого человека нормально. Нельзя быть упоротым. Нельзя быть таким, твердокаменным. Мы же люди. Информация меняет. Нельзя быть употребленным. Продолжение следует...